Ну а этот момент меня вообще порвал. Так, сейчас проверим угол 90 градусов. Сейчас хочу попробовать, как пила будет пилить на максималках вдоль. Ну что, у кого какие прогнозы, что здесь стоит, втулка, игольстый или шариковый? Затаили дыхание и смотрим, что же там внутри. И топорная работа может быть ювелирной, если плотник мастер своего дела. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов и с вами Николай Датошный. И сегодня у меня на обзоре дисковая пила от торговой марки Вега, модель VC2100. И я буду ее тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. У данной модели указали мощность 2100 Вт. Работать может циркулярная пила с диском 185 мм и имеет дисковая пила 5000 оборотов в минуту. Ну и гарантия на данную пилу 3 года. В комплект поставки данной пилы входит это параллельный упор, ключ для снятия диска, запасные щетки, инструкция по эксплуатации и, как всегда, огромный фирменный пакет от торговой марки Вега, с которым можно пойти за кефиром потом. А теперь по традиции расскажу тем людям, которые покупают данную пилу в интернете, ну и нет возможности подержать ее в руках. Данная пила может работать в двух режимах, без фиксации и с фиксацией. Также эта пила оснащена быстрым доступом к щеткам. Корпус и защитный кожух в данной пиле сделаны полностью из металла. Даже вот этот рычаг, который открывает кожух, тоже сделан из металла. Друзья, как вы уже заметили, пила имеет качественную литую подошву. Очень понравилось, как реализован в данной пиле фиксатор пилы по вылету. И точно такой же фиксатор пилы под углом, который еще служит дополнительной рукоятью. На подошве есть специальное литье для работы под 90 градусов и для работы под 45 градусов. Параллельный упор в зафиксированном состоянии не имеет вообще никаких вибраций. Прижимается параллельный упор специальным винтом с пружиной. И также есть на подошве специальное литье, куда ложится параллельный упор. Ну а этот момент меня вообще порвал. Не то чтобы порвал, а даже приятно удивил. Здесь есть двухсторонняя фиксация пилы под углом. Получается мы откручиваем здесь фиксатор. И есть еще в задней части пилы также фиксатор. Раз. Фиксируем одним. И пожалуйста другим. Круто, друзья, согласитесь. Блокировка шпинделя, чтобы заменить оснастку, в данной пиле сделана из металла. Ну и конечно же сетевым кабелем вега может похвастаться. Во-первых, он гибкий и мягкий. Сечение его идет 2 на 0,75 мм квадратных. И есть липучка для транспортировки. Друзья, и самая главная длина этого кабеля 4 метра. Ну что ж, подключил ее к сети и вместе с вами хочу послушать, как она работает. Как вы услышали, в данной пиле плавного пуска нет. Максимальный пропил данной пилы это 61 мм. Так, сейчас проверим угол 90 градусов. Было бы, конечно, смешно, если бы в литой подошве не было угла 90 градусов. Так, взял доску 50 на 150 и попробую, как она работает. Кстати, очень нравится, когда подходишь к заготовке и сразу открывается кожух. И причем под углом. А то были такие экземпляры, в которых не открывался этот кожух. Здесь все продумано. Нормально пилить, претензий вообще нет. Друзья, я сейчас еще сделаю 2-3 пропила. И обратите внимание, как через пилеотвод классно вылетает стружка. Жаль, что здесь нету патрубка. Так, друзья, вот этот брусок имеет 60 мм. Пила может работать там 60, 61 я замерял. И сейчас я попробую, как она будет работать на максималках. Что тут сказать, она реально не чувствует этот брусок и щелкает его, как семечки. Так, сейчас хочу попробовать, как пила будет пилить на максималках вдоль. Почему буду пилить брусок 62 мм? Потому что доски 50 на 150 у меня нет. У меня остался вот такой кусочек. Да, интересно, как она будет распиливать этот брусок. Друзья, ну вы сами все видели. Ей немножко трудно, но это на максималках, но она работает. Так, что доску 50 на 150 она просто будет вот так щелкать. Плюс видно, у меня еще сучок здесь попался. Кстати, друзья, полгода назад я делал обзор на мега огромную циркулярную пилу от торговой марки Вега. Плюс она там полностью в металлическом корпусе. Кому интересно, ссылку на этот обзор я оставлю в описании. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Размер щеток данной пиле 11 на 7 мм. Так, снял диск, стоит пружина, которая возвращает защитный кожух обратно. И плюс вот этот защитный кожух упирается в резиновый такой фиксатор. Так, друзья, чуть не забыл попробовать пилу на люфты. Поднял ее максимально по вылету и хочу попробовать. Нет, друзья, люфтов нету. Вы видите, я шатаю пилу полностью со столом. Ну, снял я прижимной флайенс, который прижимает защитный кожух. Ну, что здесь сказать. Подшипник стоит качественный от торговой марки C&U. И сам по себе подшипник стоит под номером 6003. А дальше мне интересно, какой же там редуктор внутри. Ну что, у кого какие прогнозы, что здесь стоит? Втулка, игольственный или шариковый? Ну, смотрим. Ну, сразу видно, что здесь стоит шариковый подшипник. Смазки реально дали достаточно. И подшипник стоит под номером 626, также от торговой марки C&U. Шестерня фиксируется на шпинтель с шпонкой. Ну, друзья, я специально взял плоскогубцы и показать вам, что реально вообще никаких люфтов нет. Шпонка настолько точно подобрана, что люфтов абсолютно ноль. Снял я стопорное кольцо, чтобы снять шестерню с вала. И, друзья, не могу. Настолько все точно подогнано, настолько напрессовано, что нужно эту шестеренку на пресс. Снять ее не так просто. Ну что ж, а мы погнали дальше разбирать. Кнопка в данной пиле стоит обычная. Я думаю, такую кнопку несложно будет найти на любом рынке. И сама по себе кнопка имеет 10 ампер. Ну что ж, друзья, затаили дыхание и смотрим, что же там внутри. А, внутри двигатель. Все просто. Друзья, а здесь не просто двигатель, а смотрите, как качественно сделан данный ротор. Имеет усиленную часть возле коллектора, где полностью все залили компаундом. Да и плюс, сами по себе витки очень хорошо пролачены. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вблизи. Ну, реально, годнота. Что тут сказать, Века, ты меня удивляешь. И вот, пожалуйста, вот эту часть возле коллектора. Круто! И также возле якоря стоит подшипник от торговой марки C&U и под номером 608. Кстати, друзья, на подшипнику стоит антивибрационная резинка. И резинка эта качественная. Точно такая же, как у известных брендов. Почему я так сказал? Потому что эта резинка, видите, имеет жесткое основание. Катушка статора намотана нормально. Самое главное, вот эти витки не шатаются и зафиксированы. И плюс, видно, что между катушкой статора и корпусом есть большие зазоры. А это, друзья, для охлаждения двигателя. Ну что ж, будем подводить итог. Друзья, я вот реально не знаю, к чему тут придраться. А, вспомнил. Ну, я бы, конечно, хотел бы здесь видеть пылеотвод. Ну, учитывая то, что это бытовая пила, то пылеотводом никто, в принципе, пользоваться в домашних условиях не будет. Ну, а так пила заслуживает жирную такую пятерку с плюсом. Потому что со своими задачами она справляется на 100%. Ну, и плюс, как вы увидели, нутрянка в данной пиле сделана качественно. Редуктор стоит на подшипниках. Причем на качественных подшипниках. Смазки реально дали, не пожалели. И самое главное, что мне понравилось, это литая подошва. Ну, а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, а то пропустишь много чего интересного.